Первый Азан, когда строим, иншаллах, официально во время открытия будет давать, иншаллах, Радик Юльякшен, отрабатывать будем и первый даст, иншаллах, самому. Певец Радик Юльякшен, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, первым прочитает Азан в мечети Ар-Рахим в Уфе после ее открытия. Заслуженный артист Республики Башкортостан, которого часто называют башкирским Джастином Бибером, отметил, что для него это большая честь. Для многих эта новость стала неприятным сюрпризом, поэтому кандидатура певца для исполнения такой очень важной миссии подверглась жесткой критике. Своё резко отрицательное отношение выразил ряд лидеров общественного мнения среди мусульман, в том числе татарский боец ММА Ренат Вахреддинов. Об этом спортсмен заявил в своем инстаграме. Это позор, ребят, лично для меня, это мое мнение, это позор. Да, в Башкирии очень много достойных имамов, мудзинов, которые должны это делать. Вот, ну, если ты поешь, пойте, а занимайся чем, ну, по кайфу, ну, куда ты лезешь в мечеть, субханаллах, я понимаю, ты там а-ля звезда или кто-то, но в мечеть тут при чем? Это вообще ужас, ребят, братья с Башкирии по максимуму, давайте постараемся, не допустить этого, потому что лично для меня это позор. Восходящая звезда UFC пожелал певцу хорошего нрава, но подчеркнул, что на данный момент не считает Радика подходящей кандидатурой для чтения Азана в мечети. По словам Фахреддинова, исполнителю стоит пересмотреть свой образ жизни и внешний вид, прежде чем брать на себя такую ответственность, как чтение Азана в день открытия мусульманского храма. Напомним, завершение строительных работ соборной мечети долгостроя Ар-Рахим в Уфе запланировано на 2024 год. Она возводится на проспекте Салавата Юлаева с 2007 года. Мусульманский храм претендует на звание крупнейшей мечети в России.